С приветом, Набутов! У нас все-таки странно удивительно, у нас в одних частях страны недостаток электроэнергии, а в других частях ее переизбыток. Ну, вот так вот с советских времен сложилось. Так были выстроены цепочки работы предприятий. Например, вот что-нибудь любопытное. Потребление энергии в Иркутской области выросло за этот год на 160%. Хотя, казалось бы, странно, да, пандемийный год. Там предприятия чуть проставили, там, может быть, спрос в экономике упал. Ну, казалось бы, должно было точно не расти, но и не на 160%. Как ты думаешь, почему? Ну, я, честно говоря, даже затрудняюсь в данном случае. Губернатор Игорь Кобзев. Сам потратил все? Нифига подобно. Знаешь, кто виноват? Либералы? Иркутская область. Там огромное количество энергии производится. На 160% увеличили потребление. Знаешь, почему? Подпольные майнеры криптовалюты. Слушай, ну могла бы догадаться. Они бессовестно пользуются тем, что у нас в регионе низкие тарифы на электроэнергию. Делают на этом бабло, заявил губернатор. Значит, в чем фишка? Власти Китая ввели запрет на майнинг и преобразование, значит, короче говоря, и тут же китайцы переехали к нам в Сибирь, перевезли кучу оборудования, потому что географически близко. Значит, глава региона добавил, что деятельность майнеров оказывает очень большую нагрузку на сети. Это может привести к авариям. Значит, вот, например, в Марковском муниципальном образовании дачные поселки на несколько часов регулярно остаются без электроснабжения из-за майнинга. Слушай, а это же Иркутская у нас область сейчас наполняется вот этими всеми майнерами же, правильно? Ну да, вот я, как раз про нее и рассказываю. Вот какая фигня. А всего, что интересно, по данным Кембриджского университета России, вышло на третье место в мире по объему майнинга биткоинов. В данном случае статистика только по биткам. Доля страны в суммарных вычислительных мощностях майнеров составляет 11% в октябре месяце против 6,8% в апреле. Страна лидера по количеству добытой криптовалюты США, 35%, а на втором, знаешь, кто месте? Ха! У кого тоже с советских времен осталось дофига лишней электроэнергии? Ну, удиви меня. Ну, скорее же удиви меня. Ну, кто? Так я не буду в это играть. Ну, просто. Понятия не имею. Тут вариантов-то два с половиной. Полтора даже. Кремль! Нет. У нас 11%, у штатов 35%, а на втором месте казахи. 18% мирового майнинга крипты. Вот какая история. Значит, долгое время на первом месте находился Китай, занимал 46% мировой доли индустрии майнинга. Однако после того, как китайцы поставили всех криптовалютчиков на место, при этом биткоин никуда не делся, как стоил 65 тысяч долларов, так и стоит. Да и вообще нормальная крипта все это пережила, судя по всему. Так они, видимо, поехали. Часть к нам, часть к Казахстану. Вот какая история. Спасибо китайским властям. К другим новостям. Прошу. Глава Конституционного суда, друзья, вспомнил о правах человека. Он написал статью. Она вышла в официальной российской газете. И там Валерий Зорькин пишет, что статья Конституции про права человека написана слишком размыто. Так. И вот тут стоит заволноваться. Из-за того, что статья размыта слишком сильно, по мнению Зорькина, в условиях террористических угроз, а также, и тут внимание, в условиях пандемии, возникает опасность вторжения чрезмерного власти в сферу прав и свобод гражданина. Ох, как я боюсь этих слов. Ох, как я боюсь этих слов. Никаких конкретных примеров, правда, господин Зорькин не привел. А я напомню, что также его авторству принадлежат статьи и высказывания, например, на тему приоритета российского права над международным, крах которого, международного права, по мнению Зорькина, предсказал еще апостол Петр. Но вот тут удивительное дело. А параличные права и свободы. Видишь, нет подробностей, что конкретно имел в виду господин Зорькин. И мне мое внутреннее чутье подсказывает, что все случаи, когда государство или одна из ветвей власти государства, там все еще судебное, начинает вдруг бороться с самим государством за права человека, то это заканчивается только тем, что этих прав становится значительно меньше. Но я так понимаю, что здесь-то намек идет на возможность введения обязательной вакцинации. Например? Да, недаром упомянута пандемия. И я так понимаю, исходя из новости, что у Валерия Зорькина этого не очень хотелось бы. И в этом, собственно, он видит эту самую опасность. Черт его знает. Председатель Конституционного суда, как вы понимаете, в нашей стране должность, которая выродилась в должность политическую, абсолютно. Поэтому хотелось бы от господина Зорькина, кроме вот этих замечательных общих слов, узнать все-таки какую-то конкретику. Потому что пока сложно делать выводы. Что еще любопытного? Так, из последних новостей за последние полтора часа, ну, что тебе вот рассказать? Роспотребнадзор запретил ввоз мандаринов турецких, одной из турецких компаний. Вот, а еще вот такая вот интересная штука. Что из этого? Какой вывод мы делаем из этого с вами? Мандарины подорожают? Взаимоотношения с Турцией очередной раз, видимо, ухудшаются. Они же у нас такие волнообразные с господином Эрдоганом. Они как-то у нас с Эрдоганом не очень получается, честно говоря, конфликтовать. Потому что у нас столько поводов для окончательного ухудшения взаимоотношений с Турцией. Но при этом наши туристы туда ездят. Все, кроме мандаринов, привозится. Мне кажется, турецкие строители все строят в нашей стране. И как-то, ну, в общем, странно все это. Хотя, казалось бы, в вояк стреляли, посла застрелили. Значит, это отделение Крыма, присоединение Крыма, точнее, они не поддерживают и вообще считают, что это даже не украинская, а своей территорией. В Армении, между Арменией и Азербайджаном они свою, так сказать, лапу засунули. И они везде нам везде прямо перчат и перчат. А мы при этом с ними дружим и дружим. Вот объясните мне эту ситуацию, депутаты и дипломаты. Подорожают в любом случае, но будем есть кислые абхазские. Слушайте, вот по поводу кислых абхазских в этом году я с вами не соглашусь. В Москве появились первые абхазские мандарины, которые странно немножко выглядят, потому что они такие зеленоватые. Но при этом я вот здесь рискнула, они сладкие, сочные, прямо очень вкусные. Да, у меня уже немножечко был Новый год. У нас шампанское было, там мандарины любые заходят. Малыш, ну когда я обходилась в своей жизни без этого? Оливье. Кстати говоря, Гордеев, сделай-ка плошку мне на Оливье на Новый год. Это что за котик мой? Сделай-ка. Дорогая, любименькая Дашенька. Дорогая, любименькая Дашенька. Пожалуйста. Слово такое есть, пожалуйста. Сделай мне плошечку Оливье на Новый год. Гордеев, пожалуйста, не мечи Оливье на Новый год. Ты же рассказывал про свою... Я тебе, я тебе что, это самое, оливьейный осетр наметать его, прости. Хорошо, я под... Как будешь себя вести? Вот так я тебе... Только мне, пожалуйста, по классическому рецепту шеф-повара Оливье, фамилия которого была Оливье, он, по-моему, в нескучном саду руководил рестораном в середине 19 века, который придумал вот этот вот салат, который у нас называется Оливье, а во Франции, по-моему, Алярюс. Только что, друзья, вы смогли наблюдать, как Виктор Кириллович остался без Оливье. Почему это интересно? Там ничего сложного, там нужны только всякие, по-моему, рябчики. Вот и гоните бабки. Хорошо. Понятно. Омары, рябчики начинаются. Тем временем, пока мы обсуждали пространные заявления господина Зорькина, главы Конституционного суда, в Государственную Думу внесли законопроект, который предусматривает наказание за отождествление Советского Союза и фашистской Германии в размере штрафа от 1 до 100 тысяч рублей. И ареста на 15 суток. Объясните мне, пожалуйста, такая чудовищная вилка, не говоря уже просто о возможности разных наказаний. Тут еще и 15 суток ареста. Каким образом будет проходить градация, я даже не знаю, там, степени отождествления? На тысячу рублей и степень отождествления на 100 тысяч рублей. Объясните, мне можете, ребята, объяснить? Что это вообще за... Ну, то есть речь идет, насколько я понимаю, если я буду говорить, что ну а что, сталинский режим, он такой же, как фашистский. Примерно. Что на самом деле неправда, конечно. А если я скажу, например, что мне для меня сталинский режим значительно хуже, это является отождествлением? Нет, это отождествлением уже не является. Это не является, я не сравниваю. Да. Объясните, где вот... Может законодатель кто-то или из юристов пояснить, как в данном случае будет... Как судья чем должен руководство при вынесении решения своего определения? Там, о штрафе, о размере штрафа или о 15 суток ареста. Значит, в документе также уточняется, что ранее был установлен запрет на отождествление целей решений и действий руководства Советского Союза с решениями и действиями руководства нацистской Германии в публичном выступлении, в произведениях, СМИ или с использованием интернета. Я запутался уже. А здесь в целом, видимо, да, они решили обобщить, да? Ну, я как бы... Новации для меня не очень понятные, а штрафы и сроки реальные. Тем более, что про нацистский режим мы чудовищный. Мы регулярно вспоминаем в наших эфирах, и тут главное как-то... Потому что 15 дней или там 7 дней вместе... Но размытость формулировок тем временем, конечно, ужасает. Да, ну, в общем... Особенно если вспомнить, что у нас происходит сейчас с историей как с наукой, и сколько там всего вообще неадекватного появляется, да? Как вот эта вот формулировка тебе... За нее, между прочим, за это можно 5 лет получить. Распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Вот что подразумевается под ложными сведениями? Не знаю. Кто будет это устанавливать? Какой экспертный совет? А мы не можем этого точно знать до тех пор, пока не будут обнародованы все архивы, касающиеся деятельности Советского Союза во время Второй мировой войны. А мы, насколько я помню, до 2040 года, да, Владимир Владимирович? Опять засекретил там серьезные... Ну, что-то, что-то, что-то... Сразу надолго. Надолго. Я помню, что очень надолго. Ну, я напоминаю, что как бы... Не только для России, но и для мира секретность архивов более чем в 50 лет — это нонсенс. Это что-то уж так... А у нас речь идет уже о дате, приближающейся к 100 годам. И, честно говоря, я не понимаю, у меня нет никаких оснований. И они не озвучиваются, почему почти на 100 лет должны быть архивы об этой войне засекречены. Давай несколько сообщений. И почти, фактически на 100 лет. Ярослав пишет нам... Привет, интересно, а фраза, что СССР и Германия обе воевали во Второй мировой, это отождествление? Ну вот. Судя по всему, будет решать, кто сказал. Скоро напишут, что Польша сама напала на СССР. Да, мы этого давно уже ждем. Просто не говорите, как в Германии. И все будет у вас хорошо, как в Германии. Пишет наш слушатель. Ах, браво! Интересно, когда закончится весь этот СССР, кто будет это все разгребать? Ну, вот, я спрашивал у тех, кто не слышал. У Николая, конечно, звонит. Звонит, он человек мудрый, опытный. Завтра появится в нашем... В 9 утра, кстати, не пропускайте, да. И, соответственно, я спрашивал у него... Думаю, ну что... Он же понимает, что надо готовиться играть в долгую. Ну, у меня есть ощущение до 2030 года. Помнишь? Ну, как минимум. Обсуждаем. И количество СССР и абсурда будет нарастать. Мы все больше будем жить в прошлом. Мы уже живем только в прошлом. Фактически. И ты говоришь, да, он сказал, нет, что-то. Помнишь же, как он ответил? Да, да, о чем ты говоришь? Причем он так вот, знаешь, ну, может быть, может не быть. Нет, он сказал, что вот, и все закончится значительно раньше. Друзья, я напомню, что все эфиры нашей радиостанции можно пересмотреть и переслушать на канале Серебряного дождя в YouTube. Заходите, подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки, конечно. И еще раз, с этого начинали сегодня эфиры, я как раз читаю, сейчас Том выпал этот как-то из всей серии, которую я освоил, историю российского государства Бориса Акунина. Считаю, что это его главная, на самом деле, работа пока, мне кажется, главная работа всей его жизни. Мне очень нравится, как он пишет и как он подает и трактует некоторые события, дает какие-то оценки, причем очень ненавязчиво. Ну, вот как раз Том я читаю про век императриц, про постпетровское время до конца правления Екатерины II, где власти находились фактически сплошные женщины у нас, и все постоянно менялось. И вот как раз там, ты понимаешь, насколько Николай Каджи, скорее всего, прав. О том, как ситуация в этом странном государстве, там очень интересные есть комментарии послов иностранных, мы вообще не понимаем, как что-то едет вообще, как что-то работает на этой территории. У нас не укладывается этот глав. И как все быстро меняется. То, что казалось незыблемым, падает за сутки, падает на дно. Или наоборот, со дна поднимается. Мы в 91-м году это видели. Да, ну вот, смотри, справедливые приходят замечания от наших слушателей о том, что совершенно непонятно, почему это вдруг нельзя отождествлять СССР. Я не понимаю. Несуществующая страна. А самое главное, насколько я помню, современная Россия, по-моему, де юре правоприемником не является. Является разве? Является правоприемником. Да, в том числе и по долгам Советского Союза. Без исключения. Но тогда это другое дело. Да, но тем не менее, все равно СССР не существует. Там есть какая-то хитрая юридическая история. Не хочу быть голословным, надо уточнить у профессионалов. Александр из Москвы. Я вот не могу понять, зачем наша власть всячески прикрывает советский режим. Как мне кажется, наоборот, нужно признать ошибки, извлечь уроки и сделать выводы. Ну, власть наша не умеет признавать ошибки. Это мы с вами знаем. Гена пишет, если архивы рассекретить, то сейчас скрепы как раз могут и не выдержать. Да, скорее всего. При том, что часть тех архивов, которые скрыты у нас, она открыта на Западе. В библиотеке «Конгресс» вы можете почитать, например. И там, конечно... Немецкие архивы открыты. Плюс 7903. Чисто цифры. Приходишь, читаешь, делаешь выводы, анализируешь. Письма, решение руководства, анализ ситуации с фронтов и так далее. Ну, что вы, ну, страшно читать. Друзья, мы продолжим через несколько минут. Напоминаем про видеотрансляцию на канале Серебряного Дождя в YouTube. Поговорите с людьми на секунду, я закипятую. Я с удовольствием. Пожалуйста. Что ж там за секреты такие, пишет нам Наташа? Хорошо, что я не узнаю. Наталья, 69 лет, наш постоянный слушатель. Наташа, большой привет. Я думаю, что вы можете, кстати говоря, вполне себе еще и узнать, о чем идет речь. Но то, что это заставит нас ужаснуться, в этом сомнении у меня нет никаких абсолютно. Так, а мне не дает покоя умная девочка, девушка, правильно сказать, из прошлого часа. Потрясающая ученая из Росатома. Она замужем? Кто у нее супруг? Знаете, я, честно говоря, не знаю. Я уверен, что вы можете поинтересовываться в фейсбуке. Екатерина Солнцева. Кандидат технических наук. Красавица, умница и вообще очень позитивный человек. Екатерина Солнцева. Вот я так и знала, что ты общаешься. Да, вон, мужики уже одолели. Говорят, есть ли муж присутствует или нет, что я могу вам сказать. Я не знаю, я не интересовался. Так. Давай еще из комментариев. Такими темпами скоро появится статья запретом критиковать любые действия властей. Есть такое дело и пишут нам. Ну, что вы хотите. У нас на 1812 год ветераны оскорбленные нашлись. Это ваш Эрмитаж отчебучил. Молодой человек повесил свой портрет в военной галерее в Эрмитаже. Где портреты войны 1812 года. Так вот, в Эрмитаже... Слушай, я сейчас тебе даже формулировку найду. В Эрмитаже никогда кровожадности не отмечу. Не, ну они охренели. Простите, пожалуйста, мой французский. Значит, Эрмитаж попросил прокуратуру проверить действия вот этого Кирилла Смородина в том... Это прямая цитата. В том числе в части публичного оскорбления памяти защитников Отечества. 1812 год. Вашу... Вы понимаете, тут это вообще сложная и интересная история. Я очень много об этом размышлял. Я на нее не очень умный. Во-первых, я первый, я не могу понять, как можно оскорбить чьи-то чувства. И как можно особенно градировать степень оскорбления. Ну там религиозная... Вот два православных человека. Тот что-то отчебучил. Меня, например, не оскорбило, а его оскорбило. И он, и я верующий. Как вообще это можно измерить? Как это можно перевести в язык? Юридически это абсолютно... Во-вторых, я еще понимаю, когда речь идет о ветеранах Второй мировой войны. Хотя мне кажется, что их оскорбляют не какие-то там высказывания Мангерштерна, а отношения государства. Но герой войны 1812 года. С приветом, Набутов. Друзья, мы тут уже во время ютуб-трансляции докатились до 1812 года. Спасибо слушателю, который напомнил историю о том, как Эрмитаж обратился в прокуратуру Петербурга из-за того, что местный житель Кирилл Смородин повесил свой собственный портрет военной галереи, то есть в одном из залов Эрмитажа в Зимнем, где в этой галерее выставлены портреты участников войны 1812 года. Так вот, музей попросил прокуратуру проверить действия этого молодого человека с формулировкой цитата, в том числе в части публичного оскорбления памяти защитников Отечества. Еще раз, речь идет об 1812 году. Скажите, защитники Отечества из 1812 года и предъявляют претензии. А если он сам защитник Отечества, например, служил, воевал в Чечне, в Афганистане, условно. Делал год в Судане, в Сомали или в Сирии в составе ЧВК. За мандарины спасибо Сталину. Почему за мандарины спасибо? А за все спасибо Сталину. А что, СССР напал на Польшу? Ребята, что курим? Ну, конечно, Советский Союз. Ну, конечно. Куда же? Как же мы в Брестской крепости оказались? Прекратите отождествлять. А сейчас придумал какую-то формулировку, придумали, почему мы там оказались. Согласно протоколам пакту Риббентропа-Молта, я напоминаю, по-моему, 16 сентября. Немцы первого числа вошли со своей стороны, а мы со своей стороны 16 сентября и поделили Польшу пополам. Какая-то же была предложена. Почему? Потому что недееспособное польское что-то там правительство уже... Ну, их наверняка надо было опять спасать. Ну, Витя, ну что-то не знаешь. Как-то там... Ну, мы же всех спасаем. Опять явно кого-то кто-то ущемлял. Все это и так, и так, и всяко крутимся, по-всякому. Никак нам вот это все-таки, ну, не объедешь ты эти... Не объедешь ты этот договор и не объедешь ты секретные протоколы к нему. Ну, ты, блин, у нас и костью в горле стоят. Да, что касается оскорбленных ветеранов и, например, ситуации вокруг Моргенштерна, присылают тут слушатели цитату из поста «Сталин Гулаг». Я прям процитирую. Во всей истории вокруг Моргенштерна и его абсолютно логичных вопросов к безумному культу Дня Победы, который в последнее время пытаются превратить в отечественный аналог Хэллоуина, важно лишь одно. Ветеран, подавший иск против Алишера, родился в 1979 году. 42 года ветерану — это примерно все, что нужно знать об оскорбленных. Еще раз, это цитата «Сталин Гулаг». Факт оскорбления чувств верующих в защитников Отечества 1812 года налицо, пишет наш слушатель. Ребят, очевидно, что перед страной стоят куда более трудные задачи, чем обсуждение оскорбления ветеранов войны 1812 года. Но, по всей видимости, обсуждение этих тем должно отвлекать от этих насущных историй. Вот, например, смотрите, в ближайшие 10 лет российская экономика лишится более миллиона трудоспособных соотечественников. Об этом заявил вице-премьер России Голикова на форме будущей сферы труда в России. Более того, произойдет вымывание самой активной на рынке труда в возрастной группе граждан от 30 до 44 лет, а это более 6 миллионов человек. При этом доля занятых в возрасте 45 лет и старше будет расти, что, в свою очередь, перейдет к увеличению среднего возраста занятого гражданина. Вот, значит, вот такая вот, вот такие вот неприятные цифры для нашей экономики. А приятные есть? А приятные вот Рональда Кумана уволили. Из поста главного тренера Барселоны. Я пытаюсь понять, это приятные скорее или неприятные? Я не знаю, приятные или неприятные, в принципе, никакая. Но я, как болельщик мадридского реала, с интересом наблюдаю за всем, что происходит в другом испанском суперклубе. Вот. Который, прямо скажем, не очень хорошо себя чувствует. Да, 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 да. Ну, ничего, трансформация. Посмотрим, сколько пройдет, продлится. Что еще любопытного, Дашенька? А, давайте порадуемся за Илона Маска. Да, давайте. Ты не знаешь последовательность, что он стал официально самым сверхбогатым человеком мира? Значит, вчера, в какой-то момент времени в течение дня, состояние Маска приблизилось к 300 миллиардам долларов. Что сделало его богатейшим человеком за всю историю вообще наблюдений и составления рейтингов журналом Forbes. Мы только с Никитой в начале этой недели обсуждали, что был рекорд и тогда называлось 250 миллиардов. Значит, сейчас уже понятно, что это бумажные состояния. Ты не можешь их конвертировать напрямую в деньги. Начнешь подавать акции, они подешевеют, если упростить. Тем не менее, на момент закрытия рынка в понедельник совокупная стоимость его активов превышала 271 миллиард. Что на 41 миллиард долларов больше, то есть на стоимость Газпрома, чтобы вы понимали. Ну, почти, он 60 миллиардов стоит. Сейчас может быть чуть больше, потому что цены на газ высокие. Тем не менее, на 41 миллиард больше, чем на закрытие торгов на прошлой неделе в пятницу. За неделю 40 ердов прибавил, а в моменте почти 70 прибавлял. Ранее самым богатым человеком за всю историю рейтингов был основатель и бывший генеральный директор Амазон Джефф Безос. Значит, когда в июле акции Амазон достигли пика, то состояние вырастало до 212 миллиардов. Сейчас 196,5 миллиардов. Значит, рекорд, естественно, стал возможным благодаря стоимости акции Тесла. Сколько раз мы ее еще там два года назад здесь хоронили? Я никогда не хоронил, вы хоронили. Слушай, давай вот этот разговор, в том числе сейчас с Никитой Небылицким, после выпуска новостей мы продолжим. Друзья, оставайтесь с нами, не забывайте про видеотрансляцию на канале Серебряного Дождя в YouTube. Серебряный Дождь. 100 ровно и 1 десятая ФМ. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...